Сергей Борисович, я так и предполагал, что так и будет, поэтому мой доклад весьма короткий. И я, понятно, что за, потому что, собственно говоря, мы представляем как город у хирургов и сами занимаемся этой хирургией. Но хотелось бы сказать о тех новых модальностях и тех новых моментах, которые еще больше говорят, что нужно делать все-таки операции, что нужно делать с тектомией и с лучшим результатом. Ну, всем понятно, что на сегодняшний день мы имеем среди всех раковочного пузыря 25% мышечно-инвазивного, все возможности хирургического и других видов лечения тоже это все обговаривалось. На сегодняшний день мы имеем три варианта выполнения радикальной цистектомии – это открытая, лапароскопическая и роботосистированная. И несмотря на то, что процент осложнений после этих операций достаточно высок, и даже после роботосистированных операций процент хоть и несколько ниже, но тем не менее сохраняется достаточно высоким, многие хирурги, если не большинство, многие возвращаются именно к этим большим сложным операциям. И большинство из них, собственно говоря, больных так и оперируется. Посмотрите, был проведен аналитический обзор выполнения и качества, и результатов лечения мышечно-инвазивного рака мышечного пузыря в Америке с 3 по 7 год. Оценивалось 40 тысяч случаев. И посмотрите, количество радикальных цистектомий в определенных категориях больных достигает практически 60%. И только начиная после 70 лет этот процент начинает падать. И необходимо отметить, что если мы говорим о хирургическом лечении, о достаточно сложном лечении, и сейчас очень много говорится о том, что нужно делать эти операции только в крупных центрах, где выполняется не меньше сотни операций за год, однако по американским данным четверть больных оперируется в стационарах, где выполняется не более 10-15 операций в год. И хочу сказать, что в нашей стране, наверное, ситуация ничуть не иная. Имеется немного центров в стране, где выполняется порядка сотни или двух сотен операций в год. А так большинство операций выполняется в центрах, где количество операций составляет до 10-20 год, а может быть даже и меньше. Еще одна работа более свежая, которая уже завершилась в 2010 году, также по поводу хирургического лечения рака мочевого пузыря. В общей сложности оценивалось порядка более 36 тысяч больных. И здесь показатели уже несколько иные. Радикальной цистектомии были подвергнуты чуть более каждого четвертого пациента. И количество пациентов, которые подвергались химиотерапии и лучевой терапии, здесь каждый десятый. Однако необходимо отметить, что практически 60% больных были, у них, видимо, была комбинация других методов лечения, которая не укладывается в рамки тех стандартов, которые нам дают Европейская ассоциация или стандарты Американской ассоциации. И одним из заключений этой статьи авторы приводят к тому данное, что более 60% пациентов на сегодняшний день лечатся вообще без стандартов, вообще какими-то собственными внутренними понятиями докторов. Однако еще одним из выводов этой статьи является то, что максимальную выживаемость дает именно радикальная цистектомия. Здесь переведены данные еще одного крупных исследований по поводу общей выживаемости при различных стадиях рака мочевого пузыря. Понятно, что максимально она при начальных стадиях заболевания и минимально, естественно, при четвертых стадиях. Здесь следует отметить, что инвазия в региональные лимфатические узлы по существу природнивается к четвертой стадии заболевания при сопоставимой с инвазией опухоли в другие органы. Авторы также приводят данные, что они предлагают разделять не по стадиям онкологического заболевания мочевого пузыря, а именно по отношению к локализованным формам рака, распространенным, и имеется ли инвазия в лимфатические узлы. И очевидно, что при наличии позитивных лимфатических узлов хирургическое лечение все также становится малоэффективным. С этой трибуны уже очень много звучало данных из клиники, которая, собственно, представляет один из апологетов хирургического лечения рака мочевого пузыря – это доктор Хер. И у Сергея Борисовича тоже неоднократно к этим данным сводился. Так вот, они провели исследование и пришли к выводу, что выживаемость после радикальной цистектомии коррелирует с глубиной прорастания опухоли. Это все понятно. Наличием положительного хирургического края – это тоже как бы все ясно. А также числом позитивных лимфатических узлов и числом удаленных лимфатических узлов. Это говорит о том, что при выполнении радикальной цистектомии необходимо особое внимание уделять именно лимфоденоктомии. И также было проведено исследование в отношении выживаемости в зависимости от того, какой тип лимфоденоктомии был проведен. И как вы видите, что пятилетняя выживаемость значительно ниже в тех случаях, если лимфоденоктомия не выполнилась. С другой стороны, как полноценная тазовая лимфоденоктомия, значительно практически вдвое повышала выживаемость больных в течение пяти лет. Еще одна работа, которая подтверждает эти же данные, и пятилетняя безритетивная выживаемость в случае выполнения граничной лимфоденоктомии, а именно в области запирательной ямки, приводит к 64% выживаемости у этих пациентов. Тогда как расширенная тазовая лимфоденоктомия составляет 85%. Необходимо отметить, что эти данные получены у тех, у больных, у которых к моменту операции не была выявлена инвазия в лимфатические узлы. Эбл-НМ подтверждает эти данные о том, что при негативной инвазии в лимфатические узлы выживаемость выше. Хотя эти данные недостоверны, однако отчетливо имеются различия. И совсем иная ситуация у пациентов в случае поражения лимфатических узлов. Различие выживаемости здесь существенное и достоверное. Еще одна группа авторов, которые из Америки и из Швейцарии, из клиники Штудера, оценили результаты безрецидивной выживаемости при положительной инвазии в лимфатические узлы. И есть отчетливые данные о том, что в случае, если число пораженных лимфатических узлов больше, то, соответственно, и выживаемость в данной ситуации ниже. Также была проведена работа по изучению общего удаления количества лимфатических узлов. В случае, если удаляется больше 20 лимфатических узлов, а что, в принципе, считается стандартом, то выживаемость достоверно выше, чем в случае, если удаляется меньшее количество лимфатических узлов. В этой работе были проведены исследования на отношении, насколько важен уровень поражения лимфатических узлов. В том случае, если Н1 – это расценивалось как поражение единичных лимфатических узлов, Н2 – это в том случае, если имелось несколько, 3-4 лимфатических узла, и Н3 – это в том случае, если поражение лимфатических узлов поднималось выше бифрукации подвздошных сосудов. И, как вы видите, имеется отчетливое различие данных. Если же лимфатические узлы не поражены, выживаемость намного выше, чем в случае с любым уровнем поражения лимфатических узлов. Здесь также были, собственно говоря, это канцероспецифическая выживаемость у данных категории пациентов, что подтверждает эти данные. Следует отметить, что выполнение предоперационной химиотерапии у пациентов с онкологическим заболеванием достаточно неновая тема, и она продолжается очень долго. И впервые это было озвучено еще лет 30 назад. Однако, краеугольной работой, с которой, собственно говоря, начинается широкое применение неодиванной терапии при раке мчевого пузыря, является определение оптимальной терапии при умышленном вазивном раке. Вот тот же профессор Хер в своей работе, собственно говоря, он обосновал положение о неодиванной терапии и обосновал, собственно говоря, какие положительные и отрицательные моменты в данном случае имеют место быть. Уже тогда было доказано, что имеется достаточно лучшая выживаемость, выживаемость достаточно достоверная, снижается риск смерти от рака мчевого пузыря практически на четверть, и при этом повышается общая выживаемость, пятилетняя выживаемость практически на 5%. И авторы привели данные, которые показали, что система ВАК достаточно достоверно повышает выживаемость у пациентов с мышечным инвазивным раком перед операцией. Авторы показали, что основным ключевым моментом этой теории является полностью ликвидация опухолевых клеток из мчевого пузыря, то есть достижение стадии ПЭТА-0. Свежая статья 2014 года – это мультицентровое применение неодивантной химиотерапии при мышечном инвазивном раке мчевого пузыря. Большая группа авторов, практически большое количество пациентов, но из всей статьи весьма интересным показалось то, что в каком случае достигается ПЭТА-0 в зависимости от стадии заболевания. И, как вы видите, цифры практически сопоставимы между группами, что вторая стадия, что третья, четвертая, но, опять же, до Т0 или до ПЭТА-1, именно эта группа пациентов, которая получает преимущество при проведении химиотерапии. Однако контраргументами проведения неодиванной химиотерапии является именно потеря времени для выполнения операций, потому что у определенной категории пациентов, как это говорилось ранее, химиотерапия в данной ситуации неэффективна. И здесь возникает вопрос, на основании каких критериев пациентам проводить неодивантную терапию или не проводить. Полагаю, что в дальнейшем будут проведены генетические исследования, которые покажут правильное направление в отборе пациентов, и, возможно, новые маркеры дадут ответ на эти вопросы. Таким образом, на сегодняшний день радикальная цистектомия сохраняется как наиболее частым и полноценным вариантом лечения больных с мышечной инвазиной раком мочевого пузыря. Однако на сегодняшний день необходимо обязательно учитывать и применять дополнительные опции, а именно это расширенная лимфоденоктомия у всех пациентов и проведение химиотерапии в неодиванном режиме у отдельной категории. Благодарю за внимание. Продолжение следует...